Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 февраля. Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Это принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями. Она состоялась на 40-й день после Рождества. Родители отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Этого момента ждал старец Симеон. Он знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет он ждал и вел скромную, богатестивую жизнь. И пророчество сбылось. Он взял Иисуса на руки, провел необходимый обряд, отдал родителям и умер. В народе этот день считают днем первой встречи весны. Наступают сретенские морозы. Они считаются последними. На сретене вечером было принято делать заговор на солнце. Солнышко-ведрышко, выгляни красно из-за горы. Выгляни на солнышко до вешней поры. И если оно перед закатом проглянет сквозь облака, это означало, что прошли последние морозы. Если же оно не покажется, ожидая сильных власевских морозов. Это 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней скотине, птице, запасах зерна и плодовых деревьях. С этого дня начинают откармливать домашнюю птицу. Кормят кур овцом, приговаривая. Корми кур овцом, весной и летом будешь снять цом. На сретене не следует отправляться в дальний путь. Снег кое-где уже стаял и сани не поедут. Приметы. Если в этот день капель, это к урожаю пшеницы, а ветер к плодородию фруктовых деревьев. На сретене небо звездное, зима долгая. На сретене солнце идет на лето, а зима на мороз. На сретене цыган шубу продает, мол тепло близко. Если же была оттепель, это предвещает худую и гнилую весну. Если была метель, то это предсказывало, что весна задержится больше, чем обычно. Закончится корма для скота. На сретене в храмах зажигали специальные свечи, громницы. Пламя от этих свечей защищает дома от пожаров и нечистые силы. Облегчает страдания умирающих людей. Освещенная на сретене вода лечит многие болезни. Отличное упражнение для коленей. Если какие-то проблемы имеются, ну и за исключением каких-то серьезных травм, то реабилитация. Прекрасно делать с помощью этого упражнения. Особенно они помогают, когда колени застыли. Никаких изменений нет, но они болят. Просто ослабли. Стали дряхлыми, дряблыми для лиц пожилого возраста. Вот эти вот упражнения. Отлично. Никакой нагрузки нету. Только работа. Квадрицепс работает мощно. Вес ставите пассивный, так, чтобы сделали так. Полтавление 15-20 и больше, чтобы в течение двух-трех подходов вот эта вот область у вас налилась кровью. Вы почувствовали, что прекрасный памп-эффект. Последний 15 раз, раз. Отлично поработает с коленочкой. И суставчики. Вот такое нехитрое упражнение. Тренажер, который я сам сделал. И все, не хуже каких-то таких профессиональных. 21-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. Опотребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. 22-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Уважаемые посетители канала. Для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!